здравствуйте дорогие друзья фильм будет немножко долгий нудный поэтому кому это не интересно может сразу не смотреть тем более фильм достаточно такой специфический он рассчитан в основном на фотографирование макро или же предметки ну в частности как мы уже с вами я вот делал еще один вот такой заказ изготовил для другого товарища один к одному работает великолепно ну вот чтоб его сфотографировать с хорошей детализацией кто фотографирует для каталогов или же для своего пользования знает насколько сложно выполнить макро или предметку у меня допустим уже очень давно изготовлены были вот кто знаком с вот такими вспышками филами фил 107 105 106 вот как вы можете обратить внимание здесь у меня стоит регулировка и есть синхронизация работы от первого пыха или от второго пыха пропускает то есть уже здесь полностью внутренность вся современная переделана и семисторы стоят и заново я перематывал полностью трансформатор поджига ну лампа как вы видите здесь 120 к стоит тоже переделана со спиралью но покупалась тогда в старой комплектации ну вот в таком плачевном немножко виде корпус я имею ввиду я сейчас заказал на олx и мне должны прислать уже абсолютно новое в упаковке с инструкцией 80 какого-то года выпуска я переделаю и сделаю точно так же но немножечко уже по-другому это вспышка которую я показывал заранее она регулирует образно говоря сам поток до где-то одной то что 16 это сто процентов даже еще меньше можно ну до самого минимума но так как учитывая лампа 668 по-моему джоулей мощность и их две еще одна у меня допустим вот как вот такая вспышка стоит для фона ну сильно уж загромождает стол поэтому я параллельно заказал себе еще луч 70 там две маленькие головки вспышки я сделаю себе в коробке и буду дальше то есть фактически это вот первый фильм который будет посвящен ознакомительным вспышкам и в дальнейшем я буду как буду переделывать луч 70 буду переделывать филы и практически можно переделать любую с регулировкой заряда вспышку но при условии если там будет позволять место дело в том что допустим ну вот можно переделать как я раньше брал филы маленькие там 40 какой он там был и и ставил вот такие светосинхронизаторы они срабатывали у меня стояли на столе но туда не всунешь регулировку и я я вот эту вспышку молот фил я еще лет десять назад переделывал кстати за вот десять лет сколько она мне служит это со старыми старая осталась лампа и старый остался конденсатор начинка вся другая поджиг и все остальное я уже говорил вот то есть практически никаких ну по паспорту если лампа новая то она где-то до 20000 пыхов выдерживает что у нас здесь вы скажете в яра виду разоговора вспышках а у меня лежат светодиоды дело в том что я лет пять назад наверное может быть чуть раньше изготовил для предметной съемки и макросъемки вот такие два это под объектив сотку макро это у меня стоял обыкновенный объектив 2470 понятное дело у него голова восемьдесят восемь восемьдесят два мне надо было как-то это все одевать то есть поэтому две разные вот такие были сделаны но использовал я это практически как источник постоянного света в чем проблема проблема в том что вот допустим для моих каких-либо целей вполне достаточно все здесь нормально работает я могу нормально сфотографировать без проблем всего хватает за исключением одного но иногда приходится фотографировать объекты которые находятся на расстоянии допустим метр или 70 сантиметров там уже вот такое освещение будет немножко слабенькая почему этого-то достаточно но в принципе то все сейчас я вот даже не поленюсь покажу есть вот такая еще игрушка которая продается в интернете это макро вспышка с использованием с использованием светодиодов здесь получается принцип какой она меня натолкнула но я не мог технически решить вопрос какое то время и буквально вот за трое суток я все таки решил проблему в ту в этой вспышке которую я показывал принцип реализован как работает как постоянный свет но работает на одном напряжении образно говоря где-то порядка три вольта если нужно делать вспышку то до 5 вольт подается на 3 вольтовые светодиоды понятное дело может четыре с половиной я не замерял долго искал я схему на эту вспышку зорим пополам нашел но там управление идет процессором хотел я ее повторить посмотрел я внимательно и понял так что я так же как и вы сможете это все сделать для себя сами в чем проблема значит никак не получалось у меня сделать чтобы ключ включился и сразу отключился вы сами понимаете хоть полевик хоть биполярник хоть микросхему ой хоть реле поставить обязательно идет ток на удержание а для того чтобы мне работало ну допустим мне минимальное нужно чтобы работало там полсекунды или четверть секунды для съемки или даже секунда мне достаточно то есть я вынужден был перелопатить дополнительную литературу и остановился я на таймере вот это время задающая у меня цепочка резистор и с той стороны стоит конденсатор электролитический время задающая цепочка которая регулирует ну практически можно ее включить до там 2-3-5 минут сколько вы там сколько вам нужно мне не нужно мне наоборот нужно было насколько возможная короткая выдержка и то есть практически я уберу этот резистор он мне не нужен я уже для себя вычислил замерил сколько там ом нужно для того чтобы у меня нормально сработало вполне достаточно схема достаточно простая полевик который у меня уже крым-рым прошел и медные трубы типа 32-05 выпаяем с какой-то материнки нежка фото диод который работает в инфракрасном диапазоне кстати предупреждаю сразу вот такие отказываются работать надо будет ставить эмиттерный повторитель усилитель для них ну я не стал возиться это есть у меня поставил и все детали здесь самое большое 7 штук то есть все практически хорошо работает на чем основан принцип я выставляю сколько мне нужно допустим уже конкретно знаю мне надо полсекунды вполне достаточно для этого и я беру основную свою фотовспышку которая у меня стоит или же инфракрасный поджигатель весь смысл в том я отвлекусь и заострю на этом внимание у меня система вся под пентакс должна быть canon никон практически ну завален рынок что либо найти хорошее для пентакса как для освещения очень тяжело поэтому приходится здесь работать самому у меня есть и вспышка 540 и 360 они у меня работают в паре для определенных моих задач это в данный момент вполне все меня устраивает это вспышка я закрываю полностью вот так окошко чтоб еле 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 можно поставить инфракрасный датчик можно эту вспышку вообще здесь закрывать инфракрасным фильтром и сработала она как запускающая она у меня срабатывает на фотоаппарате и эта вспышка кольцевая у меня там где нужно она у меня подсвечивает я могу две их подсоединить могу одну теперь что хорошо значит здесь я могу точно так же здесь у меня в данный момент мой блок питания который я здесь могу регулировать использоваться будет она с блоком питания от зарядки ноутбука вместе с диммером диммером я буду регулировать постоянное напряжение нужно мне 12 вольт она даже даст слабенькую вспышечку то есть мощность я буду регулировать подачей напряжения которая будет зажигать эти светодиоды достаточно просто удобно и меня вполне это все устраивает теперь допростят меня мои зрители вот сработала вспышка теперь я продемонстрирую она будет свет горит как вы видите здесь вот оно абсолютно ничего это в момент включения больше ничего никаких помех нет вот я беру эту вспышку за спиной и блымаю себе совсем в другую комнату и смотрим что из этого получится как вы видите все нормально заработало здесь у меня напряжение 16 вольт выставлю я сейчас напряжение ну пусть будет 11 12 вот она у меня сработала на 11 поэтому мне в принципе то для моих личных потребностей это было нужно я это сделал если у вас будут возникать еще какие-либо вопросы по переделкам фото вспышек по импульсному свету со светодиодами или же допустим какие-то там по ремонту других даже студийных вспышек мне приносили я тоже ремонтировал так что пожалуйста вы мне пишите сразу на почту и будем решать ваши вопросы теперь что касается печатки печатки у меня нет потому что у меня здесь как вы видите разные были варианты я здесь делал и на 155 серии и на 561 серии как я только не пытался здесь сделать на таймерах всевозможных ну не устраивало меня и порог срабатывания и сама величина здесь же по большому счету будет ну как я уже вам показывал ну самое большое это будет 2 на 2 вот вся будет схема состоять 2 на 2 сантиметра зачем это все нужно все оно пойдет в коробочек и в окончательном проекте все это будет в коробке значит будет включить кнопка включения как пилот с регулировкой через диммер и как вспышка то есть две работы варианта вернее вариант два варианта как она будет работать если у вас возникнут вопросы пожалуйста пишите благодарю вас за внимание до скорых встреч